Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня наконец-то я добралась до перцев и уже многие интересуются, чем же нужно подкармливать перцы. Но вот перед тем, как подкормить, я подкармливать буду вечером, перед тем, как подкормить грядку с перцами, нужно обязательно намочить. Вот у нас стоит жара 30-32 градуса. Я сейчас перцы прополола, прорыхлила. Я их хорошенько промочу, потому что любую подкормку нужно делать по влажному грунту, очень жарко. Я их промочу и подкормку буду делать только вечером. Но так как вечером я буду делать поздно и уже снимать будет некогда, я сейчас вам расскажу все, что я буду делать и какие подкормки нужны перцам в разной стадии. Сейчас я опущу камеру и покажу вам разные перцы. Многие спрашивают, чем подкормить перец сладкий болгарский. Но перед тем, как делать подкормку, нам нужно выбрать подкормку для перца. И это так же, как с томатами, мы все определяем по внешнему виду. Вы должны осмотреть свои посадки. Если у перца вот такой хороший внешний вид, много цветов, завязей, бутонов, не завязей, а бутонов и цветов, и такая большая зеленая масса, но такой хороший кустик, значит нужно делать калийную подкормку. Нужен калий. Калий для чего? Для того, чтобы образовывались завязи, чтобы наливались плоды. Но если перцы, вот тут у меня сильно маленьких нет. Если перцы очень маленькие, и у них совсем крошечный кустик, вот этот малыш он, то перед тем, как делать калийную, когда они будут вот такими большими, если у вас малыши, если они задержались в росте, вот как говорят иногда перцы, остановились и в одной паре, то для них сначала нужно сделать подкормку азотом для наращивания зеленой массы, а потом они уже, когда будут вот такие, потом калийную. Так, еще раз повторю, если перцы маленькие, остановились, стоят в одной паре, то лучше подкормить карбамидом, мочевиной. Когда они уже нарастут и будут вот такие вот пышненькие, с бутонами, с цветами, вот тут даже зависть есть, тогда мы делаем подкормку калийную. Про азотную хочу сказать, вот про мочевину, про карбамид. Делают всегда стандартный рецепт, в большинстве случаев столовую ложку на ведро и поливают один квадратный метр посадок, проколейную. Вот если наш перец радует глаз, вот такой зеленый, хороший, то я, вот я тут показываю, я всегда делаю калийную подкормку золой. От этой подкормки будет сразу больше завязи, плоды будут наливаться быстрее. И я хочу сказать всем, кто не знает, как подкармливать перец, перец и томат, они очень схожи, им требуется одно и то же. И вот 23 мая, месяц назад, я в теплице делала подкормку томатов золой. Вот этот же самый рецепт, он идеально подходит и для перцев. Там я рассказывала, что я 200 граммов золы, ой, 100 граммов, 200 миллилитров, 100 граммов золы, то есть вот такой 200 граммовый стаканчик развожу в одном ведре 10-литровом воды, добавляю туда иод и подкармливаю. Все, что я делала для томатов и вообще все подкормки, которые мы делаем для томатов, они все подходят и для перцев. Это схожие культуры. Вот подкормка золой, которая даст нам и калий, и там есть немножко фосфора и кальция, она очень поможет нашим перцам. Вечером я буду делать так, 10 литров воды, 1 стаканчик золы растворяю, 40 капель иода добавляю, но это, как всегда, профилактика различных заболеваний, как антисептик. И буду поливать, ну, примерно, литровую банку буду черпать и на 2 кустика, вот так. Ну, короче, одно ведро на 20 кустов. Вот 20 кустов я полью. Кончилось, буду следующее ведро. Когда спрашивают, что лучше, зольный раствор, когда сразу растворяешь и поливаешь, или зольный настой, когда растворяешь золу и выдерживаешь, там, например, сутки или там 10 часов, лично я никакой разницы не вижу. И зольный раствор, и зольный настой, все это хорошо подходит перцам. И я вот всегда, ну, конечно, из-за нехватки времени, я всегда делаю так. Вот сейчас просею ее, тут же растворяю, тут же поливаю. Еще раз напоминаю, поливаю только после того, как смочу грунт предварительно. Нельзя никакую подкормку делать по сухому грунту. Особенно у нас вот сейчас вообще сегодня 30-32 земля, вообще пересохшая. Буду поливать очень основательно, поэтому подкармливать буду только вечером. Пока я подготовлю всю грядку, как раз наступит вечер. Все, вот это подкормки перца. Ничего особенного они от нас не требуют, так же, как томаты. Если маленькие и не идут в рост, значит, им нужен азот. Подкормите мочевиной. Если они вот такие пышные, хорошие, красивенькие, молодые, но красивые, я их высадила недавно, они в открытом грунте, значит, нужно их уже подкармливать калием, золой. Если нет золы, можно подкормить комплексным минеральным удобрением, где калий и фосфор. Если у вас кусты вот такие большие, то процент азота должен быть меньше. Все. С вами была Ольга Чернова. Вот это коротко о подкормке перца в открытом грунте. Вот я в открытом грунте подкармливаю. Точно то же самое люди делают с перцами со своими и в теплицах. Это не важно, где он растет. Во взрослом состоянии ему нужен калий, фосфор. А когда он маленький, когда еще совсем ничего на нем нет, для того, чтобы дать толчок и нарастить зеленую массу, нужен азот. Все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok